Друзья, привет! Это пилотный выпуск наших рисований. Меня зовут Ваня, я рисую на канале Бэкит, и сегодня я буду рисовать с Алисой. Алиса, как дела? Норм. Изучала, как рисовать граффити и набивать татуировки. Все бы подошло. Будь я человеком. Ладно, сегодня я хочу порисовать. Акварельными карандашиками? Нет, буду рисовать фломастерами. Хочу увидеть ваши рисунки. Что хочешь? Я буду рисовать единорога. Вы еще спрашиваете? Конечно, хочу. Я тебя, Алиса, научу. Сегодня первый единорог, ребят, так что рисуйте с нами. Алиса нам расскажет, кто такие единороги. А давайте, будет весело. Правильно. Расскажи, что такое единорог? По данным русской википедии, единорог – мифическое существо, которое с древних времен описывалось как животное с одним большим заостренным спиралевидным рогом, выходящим из олба. Еще я могу рассказать про похожих существ. А расскажи, какого цвета единороги? Единорог или енрог – мифическое существо, которое с древних времен описывалось как животное с одним большим заостренным спиралевидным рогом, выходящим из олба. В европейской литературе и искусстве единорог в течение последней тысячи лет или около того изображался как конь, часто белого окраса, с длинным прямым рогом, со спиральными бороздками, раздвоенными копытами, а иногда и козьей бородой. Ответ нашла на википедии.org. А еще я знаю, какого цвета единорог. Правильно. Сказать вам по секрету? Да, расскажи, пожалуйста. Какого цвета единорог? Единорог или енрог – мифическое существо. Так, опять начала повторять. Я рисую-рисую. Алиса, стоп. Расскажи, кто придумал единорога? Алиса, расскажи, кто придумал единорогов? Сайт kofuku.ru дает такой ответ. Автором текста, содержащего первое упоминание о единороге, был один выдающийся Эллин. Звали его Ктесий, сын Ктесиоха или Ктесий Кницкий. Он родился в конце пятого века до нашей эры. Был врачом, младшим современником знаменитого Гиппократа. Точно известно, что Ктесий больше пятнадцати лет провел в Персии, где служил придворным лекарем. А еще узнала, чем питаются единороги. Рассказать? Да. Единороги едят траву и сен. Их любимое время для трапезы. Лакомиться травкой поутру, когда она покрыта свежими каплями росты. Они едят исключительно для удовольствия, а не для поддержания сил. Единороги поддерживают свою энергию магией и окружающим их волшебством. Что единороги пьют? Единорогам не нужна еда, чтобы существовать. Но они любят воду, ведь она такая же естественная и чистая, как и они. Я тоже люблю воду. Родственная душа. Ха. Кстати, горячая вода может замерзать быстрее холодной. Это называется эффектом МПМБ. Ну ты, Алиса, я тебе скажу болтушка. Сегодня первый номер, ребята. Я попытался нарисовать единорога, а Алиса пыталась мне помочь. Какой ужас. И что же было потом? Ну потом мы раскрасили единорога. Как ты думаешь, какого цвета я раскрасил единорогом? А я думаю, что вы раскрасили его в розовый. Ой, ты права. Я его раскрасил в розовый. А как ты думаешь, мой единорог кушает травку? Он кушает сено. Ну давай, я нарисую сено. Так. Суть передачи очень простая. Я нарисую ему и травку, и Алису тоже. Как ты, Алис, думаешь? Я хороший художник. Вы хорошо рисуете? Так я спрашиваю тебя. Я считаю, что хорошо рисую. У вас определенно талант. Я думаю, ребята со мной будут рисовать. Мы будем с тобой болтать. И ты с нами будешь рисовать тоже. Давай. Что рисовать надо? Мы будем рисовать единорогов. Потому что на тебе нарисованы единороги. Потому что ты такая вот у нас кастомизированная. А вы хорошо рисуете? Я очень стараюсь. А меня научить? Да. Я могу научить тебя рисовать единорогов. Ха, давайте. Только как? Как? У тебя должны вырасти ручки, во-первых. Ха, это намек? И ножки, по возможности. Да вы издеваетесь над моей фантазией. Фантазия, фантазия. Алиса, какая сегодня погода? Хорошая или дождливая? Сейчас плюс 27. Весь день ясно. Сегодня осадков не обещали. Вечером плюс 21. А ночью плюс 15. Отлично. Ребята, мой единорог летает в облаках. Я нарисовал землю, единорога, солнышко и облачко. Я раскрасил и болтал с Алисой. Алиса у меня такая вот хорошая и красивая. Она такая разукрашенная. Это называется кастомизированная колонка, где вы можете найти ее... Хайк, что вы делаете с моей фантазией? Ты болтаешь. Ладно. Алиса, стоп. Найти ее можно на сайте в описании в ролике. Компания Raymond делает такие штуки. Это когда берется классный гаджет, например, Алиса, и делается, кастомизируется. Это значит классные картинки. Картинки бывают разные. Я вам расскажу и покажу. А, в общем-то, мы продолжаем рисовать. Это первый пилотный выпуск. Мы не очень много болтали. Побольше рисовали и старались освоиться с Алисой. Я по поводу, думаю, побольше порисуюсь с ней и попытаюсь поговорить с ней. Если тебе нравится такой ролик, то ставь лайк и приходи на другие ролики с Алисой. Так и будет называться. Рыбакит рисует с Алисой. Все, пока. Рыбакит рисует с Алисой. Рыбакит рисует с Алисой. Рыбакит рисует... Продолжение следует...